всем привет сегодня поговорим о загрузчиках меню которые устанавливаются на флешку программой iaboot вот у меня пользователь задал вопрос что он при помощи программы vincetup from usb делал флешку а там только группа for dos и он с UEFI не дружит и поэтому сразу запускает основку винды а в legacy она уже отображается вот ну давайте так разберемся это думал что дело относится уже раздела жесткого диска куда он собирался ставить операционной системы тут речь идет именно о флешке так вот посмотрите сюда значит на самой флешке на которую вы ставите допустим программу iaboot у нее есть вот такие вот опции но первое видите написано сразу что на флешке таблица разделов мбр который поддерживает UEFI это первое второе вот такие есть загрузчики дополнительные можно поставить групп 2 группа for dos у него значит сразу винда запускается есть clover с linux и вот эти вот вещи clover это по типу рефайда он хорошо работает с разделами GPT то есть если вы ставите на компьютер какую-нибудь операционную систему на компьютере значит у вас таблица разделов GPT то можете нажать на clover вот так вот и он у вас будет уже поставлен и есть еще одна опция в инструментах в инструментах так нет вот здесь настройках посмотрите значит загрузчик по умолчанию вот сразу видите стоит UEFI но есть возможность выбора можно поставить значит групп 2 windows будет менеджер можно поставить clover и refined вот можете поставить и нажмете применить и будет сказать сказать вам счастье это все что касается флешки то есть вот сразу видно что у меня флешка там сто сто пятнадцать гигабайт что на ней таблица разделов мбр который поддерживает в то же время у ефай если значит запустить флешку если значит запустить флешку то будет видно вот такая вот менюшка у меня на флешке значит установлена винт сетап винт сетап сборочка сергея стрельца там программа для доз линуксы поставлены там всякие мои довольно таки много у меня их здесь можно перейти сразу на загрузке жесткого диска винды а есть можно сразу нажать на винду вернее на жесткий диск и посмотреть что у меня здесь значит имеется ну практически вот у вас будет такая вот загрузочка вот даже можно пойти на группу фотос то есть поймите что дело зависит не от того что у вас там имеется что вы там хотите ставить если вам удалось на флешку значит записать из образы операционной системы любой там линукс там я не знаю там windows и так далее то если она как говорится на флешке отображается то она должна как говорится и работать нормально а вот уже когда вы с флешки записываете систему допустим тот же линукс на раздел жесткого диска вот здесь нужно будет быть внимательным если у вас компьютер старенький то на них как правило стоит таблица разделов мсдос ну если стоит а чего зря голову ломать оставьте ее поставьте на нее загрузчик там групп групп 2 и ставьте себе там любой линукс который вы хотите если же значит таблица разделов у вас gpt то опять таки можете на этот раздел ставить любой вот из этих линуксов тут тоже проблемы не будет потому что они идут с поддержкой уефи вот это поддержка видите если не будет поддержки уефи то тогда на жесткий диск или там на раздел который форматирован gpt вы как правило поиметь большие трудности а то и вообще не поставить то есть обращайте внимание на вот эти моменты то есть флешка сама собственно говоря по себе ну особо тут роли не играет потому что если уж вам на нее удалось поставить все необходимые вам программы вот видите у меня сколько их здесь значит то тогда у вас проблем не должно быть и флешки все должно ставиться на разделы жесткого диска куда вы их будете ставить а вот уже при установке на разделы жесткого диска вот смотрите чтобы у вас была совместимость если у вас на флешке стоит мбр уефи а вы ставите любой там например линукс он видите у меня сколько ну даже дипин если вы ставите то вам нужно будет просто ставить его но загрузчик там уже думаю что сам там разберется но на gpt не забудьте что на gpt всегда значит должен быть раздел 512 мегабайт форматированный в разделе FAT32 и уже на этот раздел у вас все линуксы будут как говорится насаживаться как бусины на нитку вот практически и все то есть ну просто будьте внимательны потому что у каждого уже там свои надобности надобности свои потребности смотрите внимательно а то вот появляется вопрос а если мне нужно и для gpt и для мбр поставить использовать загрузчик групп 2 да используйте он работает хорошо потому что он дружит и с уефи как говорится и с мбрами и тоже все будет у вас нормально и флешку сто раз перезаписывать не нужно вот если на флешку вы записываете не программу аябуд то тогда смотрите чтобы допустим можно руфусом писать на флешке было значит точно указано или ms-dos или значит gpt и там уже все это опять таки делается и специальные загрузчики которые можно скачать есть и и прочее просто вот касательно программы аябуд обязательно значит вот обращать внимание вот на такие вот простые казалось бы вещи вот он все перед лицом вот вот а если вы пытаетесь поставить на диск gpt и тут не будет допустим поддержки UEFI ну и не будет он у вас работать вот и все а возможности поизменять вот я вам показал загрузчики их тут много раз и второе значит вот в инструментах сейчас настройках вот загрузчик по умолчанию опять таки здесь все это дело отмечаете вот такие вот вот я вставлю допустим там Refine применить настройки сохранены вперед как говорится из песни вот таким вот образом что касается программа аябуд программа хорошая но программа она заточена под винду но в чем ее особенность что она хорошо работает как и для винды так и для линукса поэтому если у вас флешка больших размеров у меня флешка ну вот 115 практически гигабайт хотя там по официальным да нам было вообще 120 ну без разницы вот из этих 115 у меня 87 свободно то есть у меня туда и винда пошла и программа Сергея Стрельца и пошли туда куча всяких там моих линуксов и тем не менее еще вон 87 85 гигабайт осталось свободными вот поэтому просто вот при установке всего лишь один момент значит если видите UEFI значит можно ставить и на таблицу разделов MBR которая будет поддерживать UEFI значит и на и на GPT на таблицу разделов GPT не видите UEFI значит можно будет ставить только на MBTR ну вот практически все что я хотел сказать на сегодня вот тут меня один автор спрашивал где он тот а больше новых роликов не будет ну по мере надобности потому что роликов сделано достаточно вот я ему ссылочку оставил оставлю ее и под этим видеороликом вот если пройти по этому видео по этой ссылочке а то здесь практически вот нажимаете на загрузить и попадете значит сейчас покажу куда так давайте ка мы это дело глянем ага ага да особой разницы не вижу так давайте ка ну куда ну давайте допустим я сначала заскочу сюда поищем где у меня тут прячется черри 3 вот она скачайте вот этот вот файлик мои видео вот если его открыть то здесь значит практически ну у меня тут по моему 485 получилось а большинство моих практически все мои видеоролики которые я начал создавать вот самые первые из них вот самый первый видеоролик был значит переустановка загрузчика PC Linux OS вот ну дата год все видно вот пожалуйста там бегайте смотрите там какие там названия я еще это пока все в процессе обработки но тем не менее уже по ходу можете как говорится брать знакомиться со всеми моими видеороликами довольно таки много значит как я уже сказал что на данный момент на данный момент у меня их вот 485 поэтому вопрос о том а будут ли новые видеоролики значит ну скажу так что будут конечно ну будут по мере необходимости потому что основы были даны допустим на моем сайте вот пожалуйста основы для начинающих вот всего лишь пять уроков и тут как говорится самого начального уровня и как говорится уже для нормального уровня значит все необходимые знания которые необходимы пользователю линукс вот пожалуйста смотрите ползайте по сайту смотрите ролики тут и по разметке жесткого диска ну практически все самое необходимое уже сделано ну будут там программы обновляться будут появляться там новые линуксы ну в принципе они остаются везде одни и те же вот поэтому пользуйтесь сайтом пользуйтесь вот этими вот видео которые уже на данный момент как говорится у меня выложены которые можете прямо скачать вот я их под этим роликом ссылочку тоже выложу и как говорится всего вам доброго и до новых встреч 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 до новых встреч